о привет привет меня зовут лилия донского сегодня мы с тобой будем учиться делать классную прическу на длинные волосы и средней длины на коротких тоже может получиться короче пробуйте и для того чтобы нам сделать прическу нужно будет расческа и одна резиночка маленькая и какой-нибудь крабик какая-нибудь такая маленькая заколочка чтобы зафиксировать прическу а может быть достаточно будет одной шпильки итак начинаем прическа делается немножко смешно ну ничего страшного будем смеяться вместе сначала нужно хорошо хорошо расчесать волосы и могу сразу сказать что достаточно сложно делать прическу когда волосы очень чистые прям свеженькие и очень рассыпчатые будет трудно собрать прическу в одну кучу так расчесалась теперь аккуратненько распределяю волосы смотрите чтобы от макушки они легли равномерно сейчас расчешу покажу и вперед я тоже счёсываю то есть утром от линии роста волос по макушке их все счёсываю дышать тяжело под волосами проверяю что все было расчесано хорошо конечно самой на себе делать сложновато прически но когда некого попросить то нужно учиться делать самим теперь я делаю рядок мне просто удобнее плести будет слева направо а если вам удобно наоборот то делайте с другой стороны рядок то есть я делаю такой пробор все вот я волосы отделила у меня достаточно длинная челка она у меня будет вплетаться в волосы и беру одну прядь достаточно большую то есть не совсем маленькую у меня как раз нее заход челка и следующий момент я поднимаю эту прядь повыше вот к рядку сейчас я эту часть уберу за ухо и начинаю плести косы то есть обычная коса я делю на три части полоса проплетаю один стежок и та часть которая у меня упала вниз вот видите я два фиксирую держу третью я отпускаю вниз и к ней добавляю волосы снизу чуть-чуть и вплетаю дальше то есть у меня эта прядь уходит я ее теперь фиксирую следующая падает вниз я к ней добавляю волосы ой уже вижу тут маленький кольчик надо сразу убрать к ней я вплетаю следующую прядь проверяю мне даже плоховато видно но будем работать как говорится таких условиях какие есть главное чтобы вы поняли принцип потом вы дома тренируетесь на ком-то потом на себе и ходите с классной прической постоянно можно пробовать время разное я люблю разные косы и все время плету то один один вариант то другое меня все кто не видит восхищается говорят что каждый день в парикмахерскую ходишь и смотрите у меня получается такая коса плотная надо прям туго ее плести особенно туго должно быть дальше еще если здесь еще мы можем как-то ослабить то дальше чтобы волосы не развалились мы плетем очень туго и тут вы еще смотрите можно сделать косу повыше то есть вот так вот мы по низу а можно повыше чтобы она легла у нас вокруг головы как делать повыше я голову чуть-чуть наклоняю и подтягиваю вверх волосами все управляю вот смотрите я волосами управляю затянула крепко держу вот эти две прядки третью тоже подтянула хорошо прям опять к ней добавляю волос прям я пальцем отделяю прядь видно как буду крутиться так руками проверяю может быть здесь что-то будет не очень красиво там кривовато но ничего страшного чем больше практики будет ровнее и красивее получатся коса продолжаем делать то же самое следите чтобы этот низ не подвисал то есть все время подтягиваете вверх чтобы здесь у нас не было провисы чтобы коса легла прям плотно плотно по форме головы и так далее опять беру прядку опять же вы сами контролируете какой шириной пряди толстые они или тонкие у вас будут так начинаю путаться опутаться можно почему потому что волосы очень длинные их нужно постоянно подтягивать контролировать фиксировать пальчиками то есть я все время ощущаю как у меня волосы здесь лежат и вот тут наступает такой момент когда нужно поменять руки то есть чтобы мне было удобнее прийти дальше я не знаю как я это делаю но делаю на ощупь то есть у меня сейчас по идее вот эта прядка должна пойти сюда сверху который я ее сюда и направлю просто перехватываю волосы так и уже разворачиваюсь в эту сторону то есть мне так будет удобнее так не запутаться бы в них чуть-чуть расчешу чтобы не запутаться слишком сильно здесь вам хорошо все видно ой 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 все запуталось так перехватила ну и дальше плиту к нижней части я уже смотрите я отсюда подныриваю разглаживаю прядку добавляю сооружу как добавить так по моему могла ошибиться ну потому что когда объясняешь немножечко сбиваешься голову наклоняю чтобы мне было удобно и подтягиваю как можно выше и слежу чтоб тут все плотненько плотненько по форме головы у меня держалась так прядку за прядкой плиту и остался как раз последняя прядка она чуть толстоватая ну ладно как вышло так вот что получилось то есть вы видите ой то есть вот такая как корона у нас получается коса что сделать с тем что осталось мы просто плетем плотную косу раз у нас три пряди как вы видите ничего сложного нет я просто плиту и самое главное что видите я продолжаю плести в эту же сторону чтобы коса красиво легла то есть я не вниз ее опускаю а именно по форме вот так головы и дальше плиту 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 у вас может быть уже закончились волосы у меня их еще много поэтому я ускоряюсь плиту 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 до конца и самый кончик я же соединяю резиночкой чуть-чуть осталось пока рассматриваете что у меня там надеюсь все хорошо получилось и видно хорошо так наконец-то я приближаюсь к победному концу если какая-то прядка покороче какая-то подлиннее я здесь делю волосы и стараюсь максимально заплести хотя это не очень важно можно уже и тут остановиться и соединить кончик резиночкой плотненько соединяю и сейчас будет та самая фишка которая нам нужна то есть вот у нас косичка закончилась и я ее здесь же вовнутрь начинаю красиво укладывать укладываю укладываю и кончик прячу в самый внутрь под волосы и вот здесь возможно вам понадобится может быть две заколочки может быть одной вы справитесь опять же зависит от того с какой длины волосы вот я зафиксировала одной все мне достаточно у меня будет все держаться вот такая вот прическа она достаточно крепкая ее можно украсить разными заколочками цветочками можно какие-то прятки выпустить сделать кудряшки такие какие-то хулиганские но в целом прическа получается достаточно такая интересная надеюсь вам понравилось итак напоминаю нужна расческа одна резиночка и одна шпилька или крабик какой-то чтобы зафиксировать косо чтобы она у нас не свалилась с головы далее плетем начинаем плести с одного из краев то есть берем максимально далеко делаем рядок волосы все распределяем и начинаем плести тугую косу поднимая стараясь утянуть вот так повыше 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 чтобы вот здесь не было сильных нависов потому что все равно коса может ослабиться там как-то там что-то у нее пойдет не так вот чтобы была плотная прическа чтобы она вам прослужила целый день и чтобы вам было комфортно следить во время плетения чтобы нигде волоски какие-то там не тянули не застревали потому что если вы где-то перепутаете пятки например или какой-то волосок один попадет не туда куда нужно и будет весь день вас мучить эта боль и даже дойдет до головной боли поэтому все время следите если что-то пошло не так расплетите заплетите заново то есть главное тренируйтесь тренируйтесь тогда у вас получится классная коса вот надеюсь понравилось пишите в комментариях если видео полезное ставьте лайк напишите получилась ли у вас такая косичка или возникли какие-то затруднения но опять же напоминаю практика практика и практика каждый день приведет вас к результату с вами была Лилия Донскова до новых встреч пока-пока гоупро гоупро стоп видео субтитров Продолжение следует...